ох чую что я об этом пожалею ну да ладно а здрасте всем друзья привет уленьки абсолютно нежданчик даже для меня но мы начинаем прохождение карты рассвет не знаю насколько длинным она будет не знаю сколько серий выйдет не знаю как долго я буду и в это играть вообще все зависит от просмотров лайкусика в принципе как обычно как подобается всем прохождением которыми заполонен youtube на этой карте мы будем использовать древнюю ржавую вот эту вот всеми любимую технику если ее можно вообще так назвать для тех кто не знает вот так вот выглядит карта я когда-то давно делал на нее обзор тут есть парочка производств кстати я вот не знаю нужно ли покупать участки для того чтобы эти производства пользоваться или нет в общем то в комментариях если кто знает черканите пожалуйста буду признательным и там еще где-то он сверху есть карьер где можно с экскаватором прийти и надыбать себе песочка и по моему его можно чисто продавать все больше от этого толку никакого тут в общем то не особо много чем можно заниматься на этой карте поэтому миллиарда серий здесь точно не ждите но немножечко поиграем знаете почему-то захотелось я друзья распродал абсолютно всю технику которая у нас давалась на старте по сути дела у нас осталось только ферма свинарник я тоже кстати выпилил из стартового набора но добавил туда шестое поле ну и деньги все которые были я тоже снес которые остались после всех этих манипуляций хочу мышь как в совке никаких джон диров вам будет все по хардкору я тут на каком-то сайте нашел пак автодрайва в общем то вроде как он должен быть прям нормальным если будет прям херовый то что что вот здесь вот такое это заточки рыбхоз рыбхоз мальки поле 12 поле 13 видимо я не ту карту скачал ха я кстати в это поверю потому что у меня обнова сказала мол обновись мод хабе давайте-ка перекачаем карту а ну вот обновил я карту допустим и теперь у нас здесь рыбхоз ну понятно у меня карта осталась как бы старой но как бы и новой смесь вот знаете вот в этом вся хреновость всякие типа умельцы переделывают это все дело и хрен его знает какая версия типа нормальная но видимо надо начать новый сейф ладно это не проблема сейчас начнем так создаем новую сохранялку возвращаем все как было 100000 денег опять-таки тот же самый участок кстати по умолчанию нынче куплено это самое поле которое здесь было но и вроде как точки автодрайва расставлены но как-то более-менее похоже на правду для тех кому интересно сразу отвечаю на вопросы путь 1 путь 2 прикольно она что там такое вообще путь 1 путь 2 видимо здесь силосные ямы какие-то находятся не так вот короче версия карты какая у меня потому что начнут спрашивать версию меня из мод хаба которая типа официальная пропущенная в этот самый да это силосная яма он прессование 0 процентов так вот версия из мод хаба официальная которая последняя наверное она или не последняя хрен его знает короче из мод хаба какие там циферки хрен его знает потому что я на сайтах где-то видел типа версия 27 тут написано 10 я в этом короче не разбираюсь поэтому я без понятия также насчет модов сразу же отвечаю на вопрос где взять мои моды я короче ленивая жопа поэтому я скачал готовую сборку модов у оплота переходите к нему на канал там под каждым видосом у него ссылка на его пакмодов вот я его и поставил потому что человек шарит а я не шарю нахера мне выглядеть идиотом хотя я и так здесь буду выглядеть идиотом в плане этой техники которую я буду использовать а человек там шарит ему интересно он соврал всем поделился вот короче я я такой же как все я тоже это дело все взял ну ладно в общем то чё у нас здесь вообще есть и с чем будем делать есть свекла палет и вода я не знаю куда пришел песок сахарный здесь будет делаться прикиньте будем сахарочек потом делать наверное но это будет не скоро да как я уже говорил я скачал готовый пак автодрайва с ст мод скачал там ссылка на сайт есть в описании на нем в общем то можете найти биогаз яма биогаз яма вот что это за пути были база гры-гры-гры вот тяжело на самом деле разбираться в чужих это чё многие ваши файлы были недавно удалены ты чё дурак что ли она потом разберусь то будет вандрайв что-то мне прислал тут представляете какой паразит ладно все это лишнее гаражи давайте отправим его база гры-1 и у нас вообще база наверно вот здесь до база r2 r1 гры-4 гры-1 мне кажется он туда даже парковаться будет можно будет настроить чтобы он потом это все делал короче копейку мы туда отправляем мы же купили копейку у нас все прохождения завязано на том что у нас есть какая-нибудь машина в самом начале ночью и едет прекрасно короче погнали его встречать и я пока буду речь какой-нибудь толкать за умную а я переместился на точку куда он должен будет приехать а здесь у нас гараж и он закрыт он бы сейчас короче там и впендюрился бы или они в эту точку дать все гаражи откроем короче у нас есть база с гаражами и видимо там прописаны эти самые уже точки пускай там проветривается саниной воняет так вот есть короче база и тут наверное тоже все будет работать по автодрайву есть у нас еще восьмое поле и что на нем растет здесь есть люцерна и клевер напишите в комментариях пожалуйста что с ними надо делать просто косить косилкой и это будет травка и для чего это все здесь пожалуйста я буду вам признателен спасибо так вот у нас поле закультивировано и нуждается во вспашке и нуждается известь но зашибись у нас начало короче и 100 тысяч денег а я без техники решил по выпендриваться начать без техники я молодец я знаю уж ты уже деньги жрет падла я ему не вырубил зарплату ладно потом выключу все убрала ему зарплату не хрен тут мои деньги жрать правильно так вот насчет поля надо бы это поле тогда чем-то засеять короче надо покупать стартовый набор техники чтобы сделать там хоть что-нибудь я не знаю сколько времени у нас на это все уйдет и давайте в общем то начнем тогда с покупки нет кстати надо посмотреть на карту есть ли у нас здесь пополнение извести вроде как известь была типа в магазине да есть извести станция погрузка извести есть поэтому мы ее сувать не будем также вроде как на карте была такая хреновина для производства семян которая называлась как она называлась а кто знает я на самом деле знаю просто забыл это слово ну да ничего страшного сейчас должна копейка приехать кстати будем ее встречать тут ворота сами открываются их надо открыть хороший вопрос мы сейчас увидим они сами открываются привет копейка спасибо что доставили мою машину потому что я такая ленивая жопа и решил телепортироваться копейка это тему баба за рулем ешкин кот тут вроде как все прописано и знаете я верю этим маршрутом а с учетом того что ничего большого мы с вами покупать здесь не будем будем на всем маленьком ездить то она вполне себе будет наверное работать посмотрим так мы что ты будешь делать ты ухты задним ходом только куда-то не туда-то поехала обязательно по бордюру подвеску мне сломаешь падла короче она припаркуется я в ней не сомневаюсь ладно погнали в магазин смотреть что нам надо взять и так для начала нам обязательно нужен какой-нибудь плуг и она все стоит недорого но требует много мощей маленького размера видимо начнем с вот этого вот 4 корпусного 1 и 4 метра ну твою ж мать а или взять просто лопату и не париться одна лопата видимо здесь как ковш какой-то работает потом посмотрим поугараем можно было бы взять конечно какой-нибудь чизель но нам нужно пахота убрать нам не надо распахивать новые земли нам надо убрать вот это требуется вспашка поэтому чизель с этим тоже справиться прекрасно но здесь знаете ли все буржуйская поэтому а мы договорились что мы будем на ржавом но вы поняли кататься или есть вот такой 5 корпусный плуг на 3 метра чё-то как-то это нелогично смотрите 6 корпусный на 2 и 1 а 5 корпусный на 3 и требует лошадей больше я не знаю как это работает красной комбинированный универсальный навесной ешкин кот 6 корпусный под давайте вот начнем вот с этого вот возьмем два таких два таких штуки требует 100 лошадок мы их даже красить никак не будем мы их просто вот как они по дефолту так и возьмем на будущее нам нужны еще и культиватор или дисковые бороны посмотрим что здесь к нам предоставили есть такие дисковые бороны 160 лошадей 6 и 3 метра культиваторы выглядят немножко по привлекательнее если честно 6 метров и на 120 лошадок наверное давайте мы возьмем вот таких вот два стикеры можно установить стикеры я хочу стикеры давайте поставим стикеры это бесплатно тоже берем 2 чтобы быстро работали потом также нужны сейлки для того чтобы посадить пшеничку о боже а тут здоровые сейлки пока кузбасс типа посевной комплекс да наверное сильно крутые штуки в общем то есть хорошая сейлка агромастер на 6 метров 175 лошадок требует но знаете наверное начнем мы вот с этой вот попроще красная звезда червона зирка мать ее 36 метров вот возьмем две вот таких вот штуки классных 65 лошадок всего требует поэтому зашибись и также друзья нужен как минимум один прицеп чик пофигу вообще какой начнем с маленького дачу и нибудь такого боже сколько тут всего на завязали это с 12 который у нас на золотом колосе использовать по моему это мод кстати именно оттуда а может и нет группа компании агротехника не знаю я пару модов с этого самого золотого колоса еще он перекинул тоже нам падла 20000 стоит меня сейчас только нету на прицеп вон на 45 куб а это не для всего он идет я понял вот 13000 для всего 23 куба пойдет короче возьмем такую штуку с дополнительными бортами кормовоз что самое интересное нихрена шинки не меняется да вот вот так и живем ладно возьмем давайте с дополнительными бортами пускай будет такой 7600 литров него все влазит и нормально это здесь написано 23 куба видимо кормовоз вводит ладно пофигу также друзья для распределения удобрений и извести мы возьмем зилка из зилпака я в принципе с этими игрушками давно уже игрался еще на свапе когда-то короче вот такую вот модульную херню мы поставим 11000 за раза стоит цвет дизайна оранжевый потому что я люблю оранжевый берем вот эту штуку и берем зилл модульный вот такой стандартного голубого цвета регистрационный номер пускай будет вообще пофиг какой система gps на всякий случай всунем 500 баксов у нас стоит здесь система gps и можно поставить задние колеса широкие на самом деле нахрен не надо мы его тоже берем и еще 30000 у нас остается за 30000 надо купить два трактора мне кажется я немножко с бюджетом не рассчитал до трактора нам нужны на 120 лошадок минимум 33000 стоит 1221 этот на 105 лошадок он нам не подойдет черт мне кажется я влетел немножко на деньги эти прикиньте у меня еще и кредит взят оказывается не кредита слава богу нету но видимо сейчас возьмем так ладно друзья знаете что я решил раз у нас такие проблемы с деньгами свинарник нам на хрен не нужен мы его продадим за 120 тысяч и купим себе трактора и у нас все будет классно я все равно свинками заниматься вряд ли буду потому что свинки это знаете ли это не мое это прям вот совсем не мое и такс нам надо два трактора мощностью 120 лошадей да да самая жесткая херня у нас 120 лошадей самое мощное что требуется культиваторы поэтому 120 лошадок что-нибудь надо себе надыбать и это малая трактора я смотрю ладно значит нам нужен средний трактор сразу говорю никаких к 700 их никаких вот таких вот хтс сломающимися рамами вы в этом прохождении не увидите потому что они мне не нравятся вот просто не нравится и все смотрите есть мтс к 1523 155 лошадок вот мы и пожалуй его и возьмем ух ты сколько тут всяких настроечек разных обивка сиденья серьезно вот я оранжевую хочу это модно но я бы не сказал что слушать а нормально цвет обода слушайте все хочу оранжевая хочу оранжевая вообще все я надеюсь это не будет дорого стоить в нормально правда не очень мтс на цвет я бы сказал конфигурация пно видимо противовес впереди но наперед мы ничего вешать точно не будем поэтому давайте 450 килограмм реверсивная модификация нет до 4000 зараза стоит нихрена себе а это видимо что можно было развернуться и рулить задом я в общем то не буду этим упарываться gps на всякий случай поставим почему-то он стоит косарь здесь и ешкин кот сколько здесь настройка и обалдеть и обалдеть я все хочу лесной каркас не не надо капоты варианты капотов есть различные ладно допустим пускай будет вот такой подножка различные варианты только это видимо с другой стороны да да а пофиг пускай короче будет да да прыгнет куда надо руль варианты руля нихрена до хороший мод я вам скажу качественный мать его ну и вроде вроде должен он нормально даже работать а тут можно еще и движку помощнее сунуть мигалка слева давайте пускай будет одна слева дополнительное сидение пускай будет руль мне вот такой вот больше всего нравится вариант номер три пускай будет лесной каркас мы решили не брать дизайн капота давать вот такую мне давайте ничего не будем ставить дизайн боковых стекол тоже ничего ставить не будем глушители есть варианты ухты какая большая труба-то тонировку стекол на тоже ставить не будем глушитель вообще не знаю пускай tune стандартной маленький такой будет дизайн лобового стекла мы ничего колхозит не будем наверно хотя вот такой вот можно поставить вполне себе норм смотрится за 50 евриков порядковый номер можно поставить вот это кстати правильная тема но мы пока ставить не будем у нас мало тракторов и все 47 700 у нас это вылилось в общем то мы это дело тоже берем и нужен еще какой-нибудь трактор окх это за например т-150 на гусеницах 160 лошадок но по крайней мере не сломающиеся рамы это уже хорошо щитки не щитки тут тут особо ничего не меняется тут gps стоит 500 евро не знаю почему там был косарь я в без понятия может лишние 500 еще добавляется там законную систему в сам мод прописано сам трактор или на гусянках як на самом деле на гусянках тоже не очень люблю трактора но тут из среднего одни 150 которые мне не нравятся вот этот на 212 лошадок брать будет слишком жирно давайте посмотрим в маленьких может быть там будет что-нибудь на 100 а вот смотрите на 130 есть нам этого хватит 1221 слушать а у меня это устроит красный или синий конечно же синий тоже на него ставим gps стандартные колесики в общем то мы его тоже берем остается 77000 и на эти самые 77000 мы друзья купим комбайн потому что нужен еще и комбайн сразу же посмотрим цены нажатки power stream 700 серьезно она действительно так называется я в этом сильно сомневаюсь короче есть такая вот 6 метровая думаю что этого на старт хватит для дона 1500 а 4000 она будет стоить для вот такого вот и 45000 комбайн в принципе сегодня нам точно не понадобится поэтому мы его брать и не будем а еще нужен же прицеп для жатки будет обязательно я думаю что прицеп для жатки будет копеечной да он тут 2000 все стоит или три тяжело да наверное от рсм ки будет вот это ладно это мы в другом это мы потом возьмем потому что нам сейчас это не надо не заехал он гараж кстати не захотел задом заехать то ладно я сам заеду так уж и быть я сегодня добрый как она тут прописано прописано нормально но почему-то копейка не захотела заезжать ну дай бог с ней они друзья переносимся в магазин и вот все добро которое мы сегодня купили попозже я его перевезу на базу сейчас не до этого сейчас друзья надо посыпать известью наше поле и поэтому вот этого вот товарища мы подцепляем и отправим сейчас работать вроде как тут должно работать и пополнение там всякое ооо понятно я кривой тихо 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 во стал нормально чё тут вообще по магазину чё нить идет пути а идет даже можно в принципе надо будет выводить все на главную дорогу но они путь назад найдут это прекрасно ше курс play не подключил серьезно черт знаете и правда не подключил но уже все исправил потому что я молодец и так с восьмое поле смотрите-ка а у нас здесь вот есть . значится давай вот дружище ты вот отсюда вот поедешь вот отсюда сделаешь три поворотных полосы по кругу с разворотом пускай будет и как мы видим здесь у нас по ходу есть островки там то ли линии электропередач стоят поэтому надо обход островков тоже сделать и он как видите будет здесь объезжать маршрут и это это хорошая фича курсплея интересно по калькулятору расходных материалов сколько здесь требуется извести на восьмом поле 21 куб ну ладно не так много и со стартовой точки для разгрузки наполнения мы используем автодрайв и возврат на старт принципе можно поставить до этого курс по и мы закрываем и открываем автодрайв поля поле номер восемь мы ставим черт вот как я не люблю вот эту вот фичу в курсплее тоже курсплее по моему переход мышкой да вот по правому клику кстати можно вырубить переход между техникой по клиту тоже вырубаем отразить меня не менее ход пускай будет загружать маршруты перезагрузки тоже пускай будет вот такие настройки курсплей сейчас технику сам чинит если кто не знает а то там вышло у кого-то видео что потери урожая идут и все начали как один у меня на золотом колосе вышла серия где у меня херовый урожай был это на золотом колосе событие такое случилось типа хреновый урожай там семена пятого с как и с каким-то сортом уж play сам чинит технику это не за не из-за техники вот сейчас она не кликается и правой кнопкой курсплей не вызывается прекрасно это меня радует так вот на поле номер 8 ты теперь едешь пополняться ты едешь боже как вот это найти а помогла магазина кстати магазин магазин нет ни магазин есть поиск и зву давайте попробуем из его ввести нет такого видимо поиска не работает так как надо черты все папки открылись о можно закрыть все папки это классно точки 11 это все непонятно рем зоны понятно это нам не надо гаражи база гаражи коровник понятно а в агротехника известь первой точки отлично и загружать мы не удобрения из черта ты шумела известь разбрасывать падла или это типа старая версия в новом она умела черт здесь только удобрения вот говно а вот же срань то ну ладно значит удобрения только тогда зил остается здесь вот эта хреновина это понимаю разбрасывает известь мы ее тоже красить не будем белшина или агромаш отлично короче за 5000 мы еще новую штуку себе берем тогда ну и тогда отправляем работать первый трактор пускай это будет вот этот черт а тракторов то тогда нам наверно хватать не будет но сейчас пока что нет времени покупать трактора нет денег покупать трактора давай дружище бздынь подцепились и те же самые манипуляции теперь делаем на поле номер 8 генерируем маршрут на три поворотных полосы 5 точку надо поставить обход островков надо поставить разворотом пускай будет вот этого ой нормально вроде как обходит и все должно работать но и настраиваем автодрайв тогда это у нас во первых поле номер 8 забираем мы известь и на агротехнике известь мы пополняемся в общем-то нажимаем уж панс курсплея начал давать его на дорогу наверное вы видим потому что он тут может заблудиться мне кажется вот так вот боже какие звуки номер 2 до 20 19 отличный номер как мне кажется вот поехал он за известью на ему в другую сторону вот незадача ладно вдруг я тебя разверну не вопрос я сегодня добрый но все нашел 25 ну что посмотрим вообще пополняется работает ли этот автодрайв ведь потому что для меня это все в новинку я без понятия как тут это все дело работает как тут насколько все удачно прописано и грамотно вот это поехала часть здесь известь или за задним ходом будешь подъезжать наверно будет задним ходом подъезжать вообще вся техника которую мы берем она маленькая поэтому она должна пролазить везде но как это работает видите классно слушайте он ни хрена не заполняется начать заполнение не доехал чуть-чуть друг не доехал хотя триггер попал и что это теперь автоматически не будет работать да так это же неправильно стартанул он раньше уехал прежде чем наполнился беда ну ладно будем следить но это не прикольно если честно такса где у нас можно удобрения кстати вспомнил слова про травитель про травитель себя но он по-моему был на базе может его уже и нету на самом деле о про травитель как я его нашел как это работает расскажите мне пожалуйста как это работает пожалуйста как отсюда выйти а во есть ворота спасибо наверное удобрения делаются не ну что-то он что-то как-то заросло есть куда-то что-то можно сбрасывать что-то заполнять что-то скидывать хрен поймешь короче блин да мне нужна помощь специалистов это точно ну ладно про травитель короче есть у нас здесь про травитель будем потом делать семена сами пока что мы их будем покупать наверное чё здесь за же фельдс бронда на картинке если мне память не изменяет если меня мое зрение не подводит короче как-то это хреновина здесь работает я без понятия как самое интересное может быть его надо купить зерно удобрение на выходе семена все понятно вот эта штука может меня сесть можно не какой-то пылесос со шнеком ладно пофигу так там кстати должен скоро приехать трактор к полю нет не должен он скоро приехать а мы находимся рядом между прочим взвешивал к видимо какая-то еще карты вот выглядит мило вот знаете когда она только вышла она не была такой как она сейчас и меня тогда мучили поиграй я вот довели меня люди до того что я стал ненавидеть эту карту просто из-за того что было миллиард комментариев на тему поиграй на рассвете когда рассвет и всякое такое и возможно некоторые теперь думают что я ненавижу эту карту и что я считаю что это дерьмо я так не считаю и никогда не считал просто иногда у меня бомбило от таких вот комментариев грязюка какая-то где трактор что-то он как-то прям очень долго едет но ничего я подожду я хочу убедиться что ты будешь нормально работать по-человечески на самом деле можно даже его перехватить по пути и посмотреть как он тут опять таки автодрайв проложено вроде как тут все четенько знаете вот мне нравится сделано вроде как с умом но если какие косяки будем замечать потом будем переделывать под себя хотя я опять таки я ленивая жопа вы все об этом знаете и возможно мне будет влом от все дела переделывать но да ладно потом разберемся посмотрим петушки 2 и 8 отличное название этом кстати где завидел остановку буга гашенька до или мне показалось или но что за такое было я люблю эту фразу буга гашенька интересно кстати там грязь или не грязь потому что я последний раз на этой карте заходил обзор делал это было ни хрена не грязь вообще грязи не было в игре ничего еще посмотрим сейчас оценим ну-ка расскажи ко мне что тут как ты тут будешь аккуратненько заезжать на поле и будешь ли ты это делать на вроде будет нормально есть ты даже в модах даже подвесочка отрабатывает и да это вроде как грязь но чтобы трактор испачкался я вот такого вот честно говоря не вижу после такого вот дерьма мне кажется он бы точно испачкался но нет а грязь настройка у меня кстати быстро стоит я люблю быструю грязь во и пошел сразу выехал пошел работать красавчик вот люблю автоматизацию процессов всех вот этих только я понял косяк я понял косяк да мы же генерировали маршрут ему пустому а известь они разбрасывают в отличие от 12 метров стоит он ее не разбрасывать или здесь границы полей неправильная как он разбрасывает известь а венса считаешь но тут не 12 метров мне кажется тут 10 давайте сделаем маршрут на 10 метров и на эти границы поля он определяет адекватно о можно это редактировать серьезно видимо нет несмотря на то что там загруженная известь он все равно показывает 12 метров там видимо десятка где-то с известью есть такой прикол что она разбрасывается немножечко по-другому в отличие от удобрений сюда вай едь покажи мастер-класс как ты тут будешь сейчас посыпать все и чтоб четенько было но сейчас вроде по границе поле идет даже сейчас как-то непонятно сейчас он явно сыпет лишнего ладно пускай сыпет не проблема я не жадный хотя денег у нас на самом деле мало знаете друзья вроде как сильно ничего в этой серии не произошло но на этом мы ее и закончим а будет продолжение или нет зависит только лишь от вас от просмотров комментариев лайкусиков я не буду никаких цифр называть я просто хочу чтобы всего этого было дохрена чтобы все мои труды типа были не зря и все такое проще да вот такая вот я алчная какашка а что поделать да кстати для тех кто хочет смотреть всякие видосики заранее эксклюзивный контент можете оформить дешевенькую спонсорку за доллар в месяц или там она даже для кого-то меньше я не знаю как это работает тут сейчас такая ссылочка вверху как это сделать точнее какие плюхи как ими пользоваться сверху он там он появилась такая штучка тем кто уже оформил спонсорку вам огромное просто пятюню и посыпки за поддержку ну и как обычно лайкусики комментарии подписочки кто чего не сделал все обязательно делайте вот этот товарищ сейчас будет посыпать известью и мы с вами встретимся наверное уже в следующий раз когда он закончится это дело там пассивная всякая вот это вот будет у нас фигня а ты пока посыпай известью или может быть я даже и закончу встретимся в следующий раз именно с этого момента посмотрим это у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем покаки